Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем передачу в рамках нашей авторской программы «Конституции мы». Сегодня мы будем говорить на тему «Конституционные основы сохранения культурного наследия народов». Вы знаете, что президент Российской Федерации объявил в 2022 год именно годом сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. Я считаю, что это абсолютно правильный шаг. И в этой связи я в эту студию пригласил моих дорогих гостей, людей, которые сегодня способны нам рассказать о конституционных основах сохранения культурного наследия, поскольку это люди, которые этим непосредственно занимаются. Более того, я скажу, что они оба являются лауреатами общероссийской премии «Гордость нации». И представляя своих гостей, я скажу о том, что здесь в студии присутствует Татьяна Васильевна Парникова. Она является руководителем ресурсного центра «Дома дружбы народов» имени Алексея Елисейча Кулаковского. Она является лауреатом Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2021». И заслуженный работник народного хозяйства, человек, который многие годы работает во благо своей родной республики. Я вас поздравляю с наступившим 2022 годом, годом столетия Якутской Республики. Желаю вам всяческих успехов. Ну и Анатолий Анатольевич Добрянцев, президент Союза оленеводов России, председатель общественной организации Республики Саха-Якутия, потомки государевых ямщиков, кандидат экономических наук, мастер спорта РСФСР и якутская АСР по якутским прыжкам, перетягиванию палки и борьбе на кушаках. Он также является лауреатом первой общероссийской премии «Гордость нации-2020». Я вас также поздравляю с наступившим 2022 годом. Я знаю, что вы как глава Хангаласского ЛУСА, как первый вице-спикер парламента Пятого созыва, действительно очень многое сделали для развития государственности Республики. Ну, давайте начнем, Татьяна Васильевна, с вас. Вот, что для вас означает указ президента Российской Федерации об объявлении 2022 года годом культурного наследия народов России? Это как-то было несколько неожиданно. С другой стороны, как я уже сказал в начале, это абсолютно правильный шаг, поскольку сегодня, как никогда, наверное, важен реальный диалог между обществом и властью. И вот с этой точки зрения, какой план действий сформирован в Доме дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского? Год народного искусства и сохранения народного, самобытного наследия народов Российской Федерации важен для всей территории Российской Федерации. Это долгожданный, наверное, год, так как составляет, ну, скажем, этнографическую карту России 193 народа, а в нашей республике 129 национальностей проживают. И каждый народ представляет из себя уникальные традиции, уникальную культуру, поэтому очень важен. И для нашего Дома дружбы народов это вдвойне важно, я считаю, поэтому у нас в рамках года предполагается проведение разных мероприятий. И межнациональные проекты, и фестивали, ярмарки, мастер-классы, праздники и концерты разных творческих коллективов. Ну, как говорят, сохранение наследия, культуры не передается по генам, а это поколениями сохраняется, лелеется и передается следующему поколению. Поэтому мы над этим работаем, кажется, каждый человек, и это обозначено у нас стратегией государственной национальной политики, красной нитью. И вот наш Дом дружбы народов тоже работает по сохранению самобытной культуры, гармонизации межнациональных отношений и приобщению народов к культурным ценностям соседей разных братских народов. Ну, вот год начался у нас очень красивого праздника, Рождества Христова. У нас на сцене очень такой красивый концерт состоялся, рождественские люди, посетители, зрители наши были очень одухотворены атмосферой такого благопожелания и надежды в будущее. Ну, у нас будущее очень хорошее, я считаю, что раз такой год объявлен, это будет сыграть очень важную роль для нашей будущей жизни. Ну, безусловно, в дополнение, наверное, того, что мы по Российской Федерации, вот, год культурного наследия народов, а в Республике Саха-Якутия мы будем год матери отмечать. Я думаю, что в вашей программе деятельности Дома дружбы это тоже займет определенное место. В целом, как вы относитесь вот к этой инициативе главы Республики Саха-Якутия, Асена Сергеевича Николаева, что он объявил год матери? Очень правильное решение главы Республики Асена Николаева, так как в нашей Республике каждая женщина, каждая девушка – это будущая мать. И для молодых, для будущих матерей очень хорошие такие перспективы и в стороны демографической политики и стабильности Республики, благополучия Республики. Мы должны разрастаться, больше стать и помогать друг другу, как бы от поколения к поколению. Да, я вот в вашем лице поздравляю всех матерей Республики Саха-Якутия, что настал такой год, когда мы в течение всего года будем обращаться к матерям с любовью, с большим уважением. Как вы правильно ответили, это будет сказываться и на демографической ситуации в Республике. Мы же стремимся к тому, чтобы был миллион населения. И, конечно же, я хотел бы отметить, что мы все, невзирая на наши профессиональные принадлежности, должны соучаствовать во всех мероприятиях, которые проводятся будут в этом году. Анатолий Анатольевич, ну, вы президент Союза оленеводов, но по большому счету народ знает вас как лидера вот этого общенародного, будем говорить, движения. Есть потомки государевых ямщиков, и есть у вас общественная организация, которая действительно работает, не на бумаге состоит, а реальные дела делает. Вот из всего множества мероприятий, которые проходят по вашей инициативе, что бы вы сегодня могли подметить с учетом того, что год именно сохранения культурного наследия народов России? Уважаемые якутяне, прежде всего, я поздравляю всех с наступившим 2022 годом. И действительно, этот год по Российской Федерации, президентом Российской Федерации объявлен годом культурного наследия. Конечно, культурное наследие имеет очень глубокий смысл. Это и историческое наследие, и духовное наследие каждого народа. Многовековые традиции, обычаи, жизни, быт каждого народа. Это, конечно, тоже относится к культурному наследию. Богатство любого народа – это не столько материальные ценности и природные богатства, а его история, культура и язык. Но в нашей руководством республики проводится очень большая работа по сохранению культурного наследия народов, проживающих на территории республики. Вот у нас прекрасный центр Дом культуры имени Кулаковского, где все народы, ну, у нас 129 национальностей и народностей, могут, конечно, заниматься сохранением, продолжением своих традиций культурного, духовного наследия. Конечно, вот потомки государевых имшиков, несколько слов, экскурс в истории. Да, конечно, с чего вы начали, как пришла эта идея вообще. Да, но вообще наши предки, первые русские люди на берегах Лены появились два с половиной века назад. Это 70-е, 70-е годы царствования Екатерины II, когда хангаласский князец, глава хангаласского Улуса, Сафрон Сыранов, обратился к Екатерине II, что почтовая гоньба вновь организованному Иркутскому тракту – это очень накладно для местного населения. Надо расселить русских людей центра, чтобы в этом деле, конечно, помогли при создании транспортной коммуникации. В то время это дорога жизни, единственная дорога, которая обеспечивала жизнедеятельность далекого Ленского края, Якутской области. И тогда вот появились первопредки наши. Ну и впоследствии, чуть позже, 30 с лишним лет спустя, при приеме императором Александром I, хангаласский князец, наш земляк Илья Шадрин, дополнительно этот вопрос поставил. И дополнительно были расселены 255 человек от Витима до Якутска. И, конечно, в последующем появились целые деревни, русское старожильческое население, которые, конечно, жили в окружении местных людей, буквально со второго поколения они освоили якутский язык. Ну и, конечно, продолжали сохранять свою культуру, свой фольклор. Вплоть до конца 40-х годов прошлого года, ямшитские поселения были отдельными субъектами местного самоуправления. Это сперва Покровская волочь, Исидская волочь, потом при советской власти сельские советы. И, конечно, раньше, в общем-то, культура развивалась, но в каких-то домах, это юбилейные гулянки, свадьбы и так далее, где люди, прибывшие с разных губерний России, таким образом два столетия сохраняли свои традиции, песенную культуру. Ну и буквально в начале 70-х годов прошлого столетия у нас, ведя и в Синске, появились первые коллективы «Вечерка» и «Реченька», которые уже более целенаправленно занимались нашей уникальной культурой. После рекламы продолжим. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем нашу передачу в рамках программы «Конституция. Мы». И вот я хотел бы, чтобы вы продолжили, да, Анатолий, то есть, нахачу и дыксакалы, ханарангаттан, кехе гюрага, гюрар. Де, хамай эти экспедициялары, то вонан, эмея, вонна история, то вонан карат халтырын болдар. Джон Интериергенестер били им. Воскресенье. Но я продолжу то, как мы сохранили наш уникальный фольклор, уникальную культуру. Вот сперва в начале 70-х, ведя и в Синске, как я сказал, два коллектива были образованы силами местных энтузиастов. Вот то, что пели наши бабушки, дедушки за столом на свадьбах, гулянках, они решили вывести на сцену, репетировать, заняться действительным сохранением этого фольклора. Поэтому ведя и ансамбль «Вечерка» – это Антонина Еленична-Колыткина, организатор, ведя и супруги Киселевы – Галина Николаевна и Валерий Иннокентиевич. И, конечно, вот эти коллективы сумели сохранить вот те старинные песни. В то время еще были живы наши старики, бабушки, которые хранители нашего старинного фольклора. Ну и, конечно, такого выпячивания, что мы, емшики, емшицкая культура, не было. Но в конце 90-х годов еще ряд ансамблей было организовано. Бестяхи, Булгуняхтати, Сударушки, Покровский, Емшицкий, Перезвон. И в 1993 году впервые был празднован в республике 250-летие со дня становления Иркутско-Якутского тракта. Когда я 18 лет проработав на севере, значит, был всенародно избран главой родного района, ну и, конечно, сразу задумался, что почему бы нашу уникальную культуру поднять на более высокий уровень. И мы с начальником управления культуры нашего района Скрябина Надежда Дмитриевна спустя буквально 4 месяца после избрания главы в начале 2001 года провели первый фестиваль «Игра и гармонь живи частушкой». Ну и, конечно, мы заметили, что как загорелись глаза, мы ведя и провели один из первых наших ансамблей, где более-менее сохранены наши основные традиции жизни и быта, музей емшитской культуры и так далее. Ну и решили этот фестиваль проводить ежегодно по деревням, перекочуя. И, конечно, народ воспрял. И, конечно, мы уже начали как бы наше емшитское движение. Нас поддержал тогдашний министр культуры Андрей Исаевич Борисов. И действительно, значит, мы вышли уже на уровень республики в начале 2007 года. Официально уже зарегистрировали нашу общественную организацию. Потом, значит, мы стали одним из лучших этнокультурных коллективов нашей республики. Меня и сопредседателем Ассамблеи народа в 2012 году избрали. Ну и Андрей Исаевич поставил задачу, надо выйти в Россию. Он впервые взял меня в город Томск, где проходила научно-практическая конференция. И я выступил докладом. Ну и доклад был очень таким позитивным. Многие ученые, историки, общественники организовались, что, как это так, в республике, вроде национальная республика, вы сохранили старинный русский фольклор, культуру, песни, которые пелись в России 300 лет назад, но в самой России их забыли, а мы сохранили здесь. Вечная мерзлодея. Да. И, конечно, Ассамблея народов России это заметила. Наши уже, значит, представители отдельной ансамбли. Мы приняли участие в Забайкалье на международном фестивале семейской культуры. В Москве, в Перме, в Нижнем Новгороде выступили. Ну и, конечно, вот я был удостоен первым с нашей республики за 20-летнюю такую активную работу не только поднятия культуры, но и, конечно, возрождение православии. Мы построили часовни, церкви, верстовые столбы, значит, восстановили, емшитские чтения, различного рода конкурсы проводили и так далее. Всё это, конечно, для россиян было очень интересно, что в далёкой Якутии сохранена уникальная русская культура, которую по многому забыли даже в культурных центрах самой Российской Федерации. Спасибо, Анатолий Анатольевич. Это очень хорошая подвижническая деятельность, которая имела результаты, и как в итоге вы стали лауреатом первой общероссийской премии «Гордость нации». Я искренне вас поздравлял, ну и думаю, что такое звание нужно и далее оправдывать, поэтому я желаю вашей работе ещё больших успехов. Татьяна Васильевна, вот вы уже лауреат 2021. В каких номинациях вы приняли участие и с каким проектом вам удалось стать лауреатом вот этой очень престижной премии? Да, это Всероссийская общественная премия за личный вклад в укрепление этнокультурного развития и укрепление российской нации. И вот мы в 2020 году очень хорошо вошли благодаря деятельности и активности нашего Анатолия Анатольевича. И задор дал он, скажем, да, и второй раз в прошлом году, в 2021 году Якутия тоже как бы заняла хорошее место. Это вообще было семь номинаций и в прошлом году, и в этом году за вклад в укрепление межнационального согласия мира, за вклад в сохранение и развитие языков народов Российской Федерации, за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики, за эффективное лидерство, за сохранение культуры коренной молодости народов Севера и за лучшие проекты национально-культурных объединений и лучшие практики домов дружбы, домов национальности, домов и центров народного творчества. Вот в этой номинации мы подавали свою заявку еще в сентябре месяце, и экспертная группа, очень такая солидная, наш проект обозначили на первое место. Каждая номинация имеет по три степени, первый, лауреат первой степени, лауреат второй степени и лауреат третьей степени. И наш проект — это мобильное приложение «Содружество» для адаптации и интеграции иностранных граждан, пребывающих на выполнении трудовой деятельности в нашу республику. И этот проект работает с ноября 2020 года, и при поддержке, конечно, Министерства по внешним связям и делам народов, и разработчик у нас IT-компании — это «Смарт-юнит». Используя это приложение, иностранный гражданин может найти там любые, касающиеся для временного пребывания, вопросы, рекомендации, юридические вопросы. И даже не тот, который здесь уже оказался, да, а тот еще, который собирается в любой стране, ну, ближнего зарубежья, можно сказать. И уникальность этого приложения заключается в том, что на семи языках предложено было, ну, как так у нас из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана больше приезжают иностранные граждане. И на их языке, на языках, на языке китайского народа, Саха, естественно, на русском языке. И вот вторая уникальность этого мобильного приложения, как мы считаем, да, это переадресация на другие информационные системы. других, да, и МВД, и здравоохранение, и центры занятости, допустим, да, где-то, где работа, работа РУ, допустим, да. Поэтому скачав на мобильное приложение на своем смартфоне Андроид и Айфон, они могут, ну, как бы упростить свое пребывание здесь. А вы непосредственно на церемонию ездили? Я, да, я. Как это проходило? Это проходило очень красочно, подтвердит Анатолий Анатольевич. Нас встречают каждого отдельно, уже в аэропорту, отдельный человек на отдельной машине, и они привозят нас в гостиницу, очень хорошую такую гостиницу. Вот у нас был «Националь». У вас какой был? Тоже «Националь». Тоже «Националь». И деликом, деликом опери, да, вруси. Да, 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 да. И вообще так, отношение такое, да, тогда мы чувствовали. Три дня были предоставлены только нам, экскурсии по городу, по столице, по достомещательностям, музеям, театр, большой театр. И действительно там думаешь, что, ну, гордость нации, я как бы счастен, да, к этому. И вообще вот сказать, что мобильное приложение — это коллективный труд, труд наших сотрудников, труд Министерства по внешним связям и делам народов. И номинацию нам троим дали, нам троим сотрудникам. Мне, как руководителю проекта, и нашим сотрудникам Никитину Николаю Николаевичу, Егоровой Екатерине Евгеньевне, пригласили меня как руководителя. Ну, я думаю, что это результат большой работы, потому что в этом году мы будем еще отмечать 30-летие Конституции Республики Сахая-Якутия, ну, и деятельность нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, да, который учреждал год молодежи, учреждал много, значит, инициатив. Вячеслав Анатольевич Штаров, Егоров Анатольевич Борисов, ну, и Айсен Сергеевич Николаев. То есть политика, вот именно развитие межнациональных отношений, дружбы народов, она является приоритетной для нашей республики. И вот мы имеем сегодня двух лауреатов премии общероссийской гордость нации. И от этого нам очень приятно. Мы сейчас прерываемся на... Дорогие якутияне, мы продолжаем нашу передачу «Конституция. Мы». И у меня в гостях Анатолий Анатольевич Добрянцев и Татьяна Васильевна Парникова. Вот, Анатолий Анатольевич, вы являетесь мастером спорта, ну, и как лидер движения потомки государевых ямщиков. Вот я знаю, что вы организовали экспедиции. Вот у меня будет вопрос в двух частях. Вы представитель, значит, великого русского народа и хорошо владеете якутским языком, хорошо, значит, пропагандируете якутские национальные виды спорта. И мы знаем, что помимо того, что вы мастер спорта, вы еще воспитали пятикратного победителя Игоря Дегена, поддерживая, да. И, конечно, вот хотелось бы об этом тоже услышать. Вот как вы помогали Филиппову, Игору, да, что вы в нем углядели, и как ему помогает то, что он сам тоже в совершенстве владеет якутским языком. Пожалуйста. Ну, национальные виды спорта у нас и ямщиков, конечно, тоже свои виды были, похожие. Ну, например, вместо перетягивания палок у нас перетягивание кушака, курторды. Ну, кушак – это основной атрибут ямщика, который все время пояс, чтобы тепло было, чтобы удобно было и так далее. Ну, и борьба на кушаках. И, значит, у нас еще свой вид был, не похожий ни на что. Это борьба сеган. Два человека вальтом ложатся против друг друга, берутся, значит, руками за, значит, плечо и ногами кто кого перевернет. Ну, например, во время синокоса, когда мы, школьники, трудились там со старшими нашими товарищами, ветераны войны, ну, во время обеденного перерыва, ну, давайте борьбу сеган, ложимся, значит, и ногами друг друга кто кого перевернет. Поэтому, конечно, вот это тоже школа определенная заложила, наверное, в нас определенные навики. Ну, и, конечно, в детстве мы те же якутские прыжки, правда, вместо торстов, цветы нарывали цветные, чтобы было видно, ложили. И прыгали тоже во время синокоса и так далее. Цветочные ветки были, да? Да, цветочные ветки совсем мальчишками. Поэтому я, когда поступил в университет, ну, потренировался год и уже мастерский норматив выполнил. Благо, что хорошие с детства навыки и природные данные. Но, конечно, вот Егор Филиппов, я его со школы сделал стипендиатом, как глава Хангаласского района, как мой родственник Тальний, с рода Филипповых и так далее. И, конечно, тренером хорошим закреплял, все время поддержку оказывал, значит, и спонсорскую, и, конечно, все время поддержка словами, беседы, значит, что на ваших турнирах участвовал. Добиваться, да, он начал с моих турниров по национальным прыжкам. Ну, и, конечно, довольно рано перешел на игры Дыгына. Он мог бы победить, еще улучшить рекорды и по прыжкам. Ну, до сих пор он рекордсмен по Клы и по многим, значит, другим прыжкам. И Северный Тройной, и Юстегуль, Юстегуль, Сетте, Юстегуль Тогус и так далее. Но мы посчитали с ним, он 14-кратный где-то рекордсмен республики. Поэтому, конечно, он пять раз игры Дыгына выиграл. Но он ныне тоже настроен, как обладатель путевки, хотя имеет травмы и так далее, попробовать защитить звание. Ну, дай бог ему здоровья в этом, конечно. Ну, я вот хотел бы здесь добавить, что мы в этом году планируем проведение чемпионата мира по масс-рестингу. И он будет как раз проходить во время ИСЭХ от Уймады. И многие иностранные гости с большим интересом будут в том числе смотреть вот состязания Игор Дыгына. Поэтому особый год, год столетия. И давайте пожелаем Игору Филиппову успехов, равно как и другим нашим баторам, которые украшают этот праздник. Вот ИСЭХ мы уже не представляем без национальных видов спорта. Особенно женская половина любит смотреть эти состязания. Ну, и это говорит о том, что у нас растет здоровая молодежь. И глава республики Айсен Сергеевич Николаев в своем ежегодном послании отметил, что мы должны продвигать масс-рестинг в олимпийскую программу. Для этого будет создаваться Всемирный центр масс-рестинга, Международная академия масс-рестинга. То есть мы должны создать такую дорожную карту для того, чтобы к 2036 году масс-рестинг стал олимпийским видом спорта. Вот вы стояли у истоков развития масс-рестинга. Вы хорошо знаете первых наших мастеров и Виктора Николаева, и Шарина, и Петра Каратаева. Вот расскажите об этих схватках. Ну, я тогда учился в университете. Как раз этот вид начал более-менее развиваться массово. Ну и, конечно, занимаясь легкой атлетикой и прыжками, без особой подготовки, я выиграл несколько крупных республиканских турниров по перетягиванию палок. Золотая палка тогда культивировалась. Да, турнир золотая палка. Где участвовали наши будущие лидеры, мастера спорта по этому виду. И Петр Каратаев, и Виктор Николаев, и Дмитрий Шарин. Все многократные чемпионы республики. Вот мне удалось у них выиграть то, что вот я с детства, как рассказывал, имел определенные навыки. Потом вы проводили турнир на призы обкома Комсомола, где 18 участников. И случайно я оказался в командировке, как первый секретарь Момского районного комитета Комсомола. И эти соревнования выиграл у всех ведущих мастеров нашей республики. Поэтому я слежу, конечно, пристально за перетягиванием палок. Тем более молодости во многих из цехов. Кроме того, побеждал, много призов получал. Поэтому это здорово, что мы этот вид продвигаем вплоть до олимпийского вида. Тем более глава республики озадачил всех, всю спортивную общественность, лидеров этого вида, чтобы добиваться этого. Татьяна Васильевна, вот мне интересно, вот по развитию языков коренных малочисленных народов Севера, вот Дом дружбы народов как-то взаимодействует с институтом гуманитарных исследований и языков коренных малочисленных народов? И какие-то есть у нас достижения в этой области? Да, ну родной язык, как мы знаем, это достояние народа. Это главный фактор самоидентичности. И поэтому, как Дом дружбы народов, работающий как и по сохранению родных языков, большую совместную работу проводит и с институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, проводя разного рода конференции, лектории, круглые столы по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера. И у нас каждый год, ежегодно бывает большая декада, посвященная Дню родного языка. И вот номинации «Гордость нации» в 2021 году у нас из далекого поселка Андрюшкина Нижнеколымского района 85-летняя Акулина Стручкова, и знает её как сказительницу, поэта, писательницу. Она является тоже своего рода уникальным человеком, сохраняя свой юкагирский язык, и носитель культуры языка. И вот она после 80 лет освоила компьютер, молодец такая, и стала оставлять память своего наследия, как язык, своему народу, как патриот, и разработала словарь русско-юкагирский. Поэтому очень большая её заслуга, и до сих пор она работает, песни сочиняет, стихи сочиняет, и даже работает над книгами. И вот мы её тоже подавали на номинацию, и она специальным призом и номинацией за сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера удостоена. Очень уникальный человек, и мне кажется, и отдельно можно было бы и с ней поговорить, и показать её на нашем, на НВК Саха или Россия 24, чтобы все про неё знали. Акулина Чаевна? Стручкова. Акулина? Иннокентьевна. Акулина Иннокентьевна. Давайте мы поздравим Акулину Иннокентьевну вот с таким большим достижением, в возрасте таком почтенном, и она продолжает. И вот это вот и являются как раз наши бриллианты якутские, да, которые вот развивают язык, культуру, самобытный характер. Вот вы, работая на Севере, что вынесли? И вот как президент Союза оленеводов, что бы вы могли отметить? Ну, я тоже знаком с Акулиной Иннокентьевной, так как 7,5 лет работал в Нижнеколымском, до этого 10,5 в Момском районе. Поэтому, конечно, непосредственно бывал по многу месяцев и в оленеводческих стадах. И как раз я работал в местах компактного проживания эвенов, юкагиров и чукчей. Поэтому, конечно, прекрасно знаю их фольклор, значит, их историю, культуру, какие прекрасные ансамбли на Нижней Колыме, Сеяджа, Ярар, значит, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, это оленеводство, это, конечно, основная отрасль, значит, где коренные малочисленные народы сумели сохранить уникальную циркумполярную культуру, многовековые традиции, свою культуру, значит, уникальную. Поэтому, конечно, по сохранению культуры КМНС тоже ведется очень большая работа, по сохранению отрасли оленеводства, значит, в целом. Спасибо, Анатолий Анатольевич и Татьяна Васильевна. Я вас благодарю за то, что вы приняли участие в этой передаче. Мы поговорили о том, как мы настроены провести год культурного наследия народов. Ну, и я хотел бы отметить, что в том числе Масресин получил одобрение Олега Матицына, министра спорта России, Станислава Познякова. И мы в этом направлении тоже в рамках года будем продвигаться. Большое вам спасибо, успехов и благополучия. Спасибо.